Открытое предварительное голосование призвано отобрать кандидатов для последующего движения их на выборы. Активистов, желающих услышать программу претендентов из первых уст, а также получить ответы на волнующие вопросы, в Лазаревском районе оказалось много. Приехали сочинцы и из других районов. Выступили и ответили на вопросы четверо участников предстоящего партийного испытания, в том числе и Константин Затулин, представляющий сочинский федеральный одномандатный округ. По мнению Затулина, первое, что необходимо сделать новому составу депутатов Госдумы, это внести серьезные изменения в экономическую политику государства и ввести жесткую ответственность за ценообразование. Почему, несмотря на правильные намерения, у нас до сих пор не введена, например, предельная наценка на товары, продаваемые в оптовых сетях? Да, у нас появился магнит, но хочу заметить, среди 30 существующих во всей нашей стране оптовых сетей только три имеют национальное российское происхождение, все остальные иностранные. По мнению некоторых экспертов в туриндустрии, российская здравница – курорт для богатых. Действительно, некоторые санатории и отели предлагают эксклюзивный отдых. Однако в Сочи можно провести отпуск и туристам с весьма скромным бюджетом. Тех, кто готов разместиться не в пятизвездочном отеле, а, например, в мини-гостинице. Но неразмещением единым должен быть доволен турист. В Сочи, по мнению Константина Затулина, все еще серьезно хромает уровень сервиса. Не оставил без внимания политик и благоустройство Лазаревского района, который пока не может составить серьезную конкуренцию центру города. Необходимо, это очень важно, я говорю об этом именно в Лазаревском районе, устранить диспропорцию, дисбаланс в развитии, в социальном обеспечении и в доходах разных районов города Сочи. Не лучшим образом, по мнению Затулина, дела обстоят в сельской местности. Слова политика подтвердили и сами жители. Полное отсутствие проездной дороги к домам, отсутствие уличного освещения и вопрос газификации. Участники встречи обращались к кандидатам с самыми разными проблемами. От неработающего в доме лифта, сфере ЖКХ и благоустройства, до вопросов по поводу продвижения законопроекта о детях войны. Этот федеральный закон устанавливает правовые гарантии социальной защиты граждан, родившихся в период с 1928 по 1945 годы. Я думаю, что этот закон, безусловно, должен быть принят. Потому что старые поколения ветераны уходят, они должны передавать и свой опыт, и свои полномочия. А с другой стороны, это просто справедливо по отношению к этим людям. Затулин считает, что сегодня Сочи не под силу обеспечивать муниципальные нужды и в то же время содержать богатое олимпийское наследие. Поэтому в федеральном бюджете у курорта должна появиться своя строка, как это было раньше. Необходимо, чтобы была восстановлена та строчка в бюджете, которая всегда была в Сочи в советские времена, на финансирование города-курорта Сочи. Потому что у нас здесь, по сути, летняя, а иногда и зимняя столица Российской Федерации. И мы будем, я думаю, все, кто попадут в Государственную Думу, должны будем бороться за то, чтобы вот такое отдельное финансирование нашему городу, как прежде в советские времена, было дано. Константин Затулин, будучи крупным политиком, свои связи с Сочи никогда не ослаблял и поддерживал родной город. Отстаивать интересы курорта и его жителей – его приоритетная задача и сегодня. Татьяна Говоркова, телекомпания «ФКТ». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова